Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вашему вниманию предоставлен курс лекций по дисциплине «Жилой комплекс с обслуживанием». Лектор курса – старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайн КарГТУ Борисевич Юлия Адамовна. Курс лекций называется «Проектирование многофункционального жилого комплекса. Часть первая». План лекции состоит из первой главы и ее пунктов. Глава – социальные предпосылки возникновения и развития многофункциональных жилых комплексов. Пункт первый – история возникновения жилых комплексов. Пункт второй – классификация основных категорий комплексов. И пункт третий – общественно-жилые комплексы с открытой системой обслуживания. Итак, история возникновения многофункциональных жилых комплексов. Советская практика многоступенчатого районирования и стандартизированной системой обслуживания 50-х годов вызвала расслоение общегородской системы на деловой центр и периферию спальню. Произошла деградация центрального ядра как функционально насыщенной многообразной системы. Почти двукратно возросли территории и население. Форма многофункционального жилого комплекса стала единственной реальной альтернативой организации жилой среды современного города в отечественной и зарубежной практиках. Возникновение жилого комплекса имело ряд объективных причин. Высокая стоимость городских земель, рост явлений социальной патологии, социальная изолированность жилища, образование мертвых деловых зон, выгоды совмещенного землепользования при эксплуатации подобного рода комплексов, связанные с возможностью их многоцелевого использования, сокращением коммуникации, быстрой окупаемостью первоочередных капиталовложений благодаря наличию жилища, явились основными причинами того, что идея общественно-жилого комплекса приобрела значительную популярность. Многоуровневые комплексы радикальным образом решали целый ряд многофункциональных проблем. Разделение пешеходных и транспортных потоков, пешеходного транзита и жилых рекреаций, общественных и жилых уровней, максимальное использование городской территории. На данном слайде изображен многофункциональный комплекс Market Street, Филадельфия. Этот графический разрез показывает, насколько усложненными и перенасыщенными общественными учреждениями и линиями транспорта были первые комплексы жилые, первый опыт строительства за рубежом. Конечно же, коммерциализация и бизнес диктовали свои условия, и архитекторы стремились как можно больше в центре города включить коммерческих площадей. Из-за этого комплексы, жилые комплексы по мощности и общественно-торговые комплексы приобретали практически необъятные масштабы, что, конечно же, отрицательно сказывалось и на психологическом комфорте проживающих и посетителей, и на архитектуре, и на экологии в санитарно-гигиенических нормах. Если же представить, что в подобном комплексе расположено еще и жилье, то понятно становится, что это довольно некомфортная для проживания среда. Возможно, даже если это временного характера жилье, допустим, отель, то тоже можно представить себе, что он сопряжен с постоянным шумом движения людей, пассажиров. В таком интенсивном, круглосуточном движении, судя по всему, находится данная система комплекса, поскольку там очень много учреждений. Видно, что этот комплекс связан и с линией метро, или заглубленной железной дорогой, и с эспланадой, которая проходит по верху, и на ней расположен автомобильный транспорт. Также внутри самого комплекса проходит на третьем уровне, на третьем этаже какая-то линия транспорта, плюс ко всему еще и паркинг, расположен на самых верхних этажах. Также мы видим кровлю зеленью, единственное место, где возможно было сделать уголок рекреацию зеленую. Если же, конечно, в данном комплексе или где-то рядом расположено жилье, то оно будет практически не иметь жилого двора какой-то точной рекреационной зоны и не будет изолировано от внешних раздражителей города, что, естественно, отрицательно скажется на комфорте. Такие комплексы, конечно, постепенно изжили себя, и архитекторы, и проектировщики стали стремиться к разумному балансу в сочетании общественной зоны обслуживания и жилой зону. На данном слайде изображен среднеэтажный жилой комплекс повышенной плотности с минимальным количеством обслуживания и с паркингом, расположенным под площадью двора. Внутри по периметру двора расположена на уровне второго этажа жилая галерея, на которую мы попадаем из холла жилого или из двора. Естественно, лестницы и подъезды изолированы от внешнего периметра, а внешний периметр входные группы имеют именно в обслуживании. Обслуживание также изолируется от жилья. Это непреложный закон. У нас всегда в жилых комплексах должны быть разделения функциональных зон. Исключением может являться только комплекс, который имеет закрытый тип обслуживания. Там это правило нарушается, и мы имеем связи с жилой структурой, с общественной. Здесь, естественно, показано повышенной плотности жилье. Имеется галерея, хотя, в принципе, мы можем сказать о том, что галерея также может употребляться и в жилье элитного характера. Коридорный, галерейный тип обычно характерен для уплотненной застройки. Квартиры в таких домах более плотно прилегают друг к другу планировки, и их количество возрастает. Конечно же, квартиры могут иметь и два уровня, и двустороннюю ориентацию. Планировка тоже может быть довольно разнообразной. Таким образом, это жилье может варьироваться от социального категории до элитной. Естественно, элитное жилье преимущественно будет располагаться в комплексах малой и средней этажности. В многоэтажных комплексах элитное жилье не располагается. Может быть, только в пентхаусах, каких-то высокотехнологичных небоскребах, которые расположены в городских центрах. А что касается именно повышенного комфорта, благоустройства, озеленения, маленьких уютных жилых двориков, то это все прерогатива именно элитного жилья. Конечно, можно возразить и сказать, что у нас много застройки средней и малоэтажности, социального характера. Конечно, сюда будут входить индустриальные серии типовых домов, постройки 60-х, 50-х годов. Но я хочу сказать, что та застройка была именно типового характера. Она была некомфортабельной, зачастую строчной. Срочная застройка – это расположение зданий вдоль дороги, торцовой части по направлению к проезжей части. Дворы в таких зданиях не отгорожены от улицы и от пешеходного внешнего тротуара. Отгораживаются только озеленением. В лучшем случае может быть какое-то малоэтажное обслуживание расположено между ними. Конечно же, все негативные качества сразу же проявляются. Это шум, это дискомфорт психологический, это плохая санитарная и экологическая обстановка. Пыль, загазованность. Ну и, конечно же, безопасность двора. Дети должны быть изолированы от дороги. Допустим, даже если она отгорожена озеленением, все равно есть риск, что ребенок выскочит на проезжую часть. Таким образом, конечно же, мы не можем сравнивать индустриальные серии жилья и уплотненные жилые комплексы нового уже поколения, новых типов. Конечно же, такие комплексы обычно располагались, и застройка такая, как вы знаете, располагается в срединных каких-то зонах. Внутри квартальная застройка, периметр – это многоэтажная застройка, а внутри располагается именно малая и средняя этажности. Но сейчас тенденции говорят о том, что бизнес побеждает, что застройщик интересуется, конечно же, всегда, прежде всего, получением прибыли, и вся застройка, она растет по этажности. Земля в центре города значительно дороже, следовательно, в любой части, даже и на периферии сейчас жилые комплексы, жилые здания, строения, они высоки по этажности. Каждый хочет с минимального количества участка застройки получить максимальное количество строительных объемов, площадей, которые потом можно, естественно, сдать в аренду или продать. Конечно же, такие желания не безграничны. Условия именно диктуют этажности. Это проект детальной планировки города, который утверждается градостроительными организациями и градсоветом. И нормы именно по застройке, по высотности, по этажности закладываются. Но, тем не менее, сейчас все идут навстречу бизнесу, коммерции. Желанию, значит, город растет, количество жителей увеличивается, всем нужна жилая площадь. Поэтому этажность, конечно же, значительно возрастает. Классификация основных категорий комплексов. Многофункциональный жилой комплекс в современном понимании это сумма сооружений или их групп, различных по функциональному назначению, жилье, общественные и административные учреждения, но объединенных одним композиционно-планировочным замыслом. Функциональные процессы в нем происходят независимо друг от друга. Величина плотности, функциональное содержание комплексов определяется в связи с конкретными условиями градостроительного размещения и находится в прямой связи с требованиями сегодняшнего дня. Основные категории жилых комплексов относятся к двум основным группам. Многофункциональные жилые комплексы с открытой системой обслуживания и специализированные жилые комплексы с закрытой и полузакрытой системой обслуживания. В первой группе отнесены многофункциональные жилые комплексы различных типов, формирующиеся в реконструируемых зонах города, и общественно-жилые комплексы различных рангов, характерных для районов нового строительства. В каждом конкретном случае, в зависимости от преобладания той или иной общественной функции, комплексы смогут быть торгово-жилыми, административно-жилыми, рекреационно-жилыми или смешанными многофункциональными, с включением самых разных общественных учреждений, необходимых городу. В зависимости от размеров комплексов и их размещения в структуре реконструируемой застройки, они могут представлять собой небольшие группы, занимающие часть квартала, локальные, целый квартал, квартальные, несколько кварталов, тканевые, развиваться вдоль фронта улиц, линейные, занимать значительные территории по фронту улиц с прилегающими кварталами, развитые магистральные. На данном слайде представлена графическая схема, на котором как раз-таки показано разделение жилых комплексов на две основные группы по назначению. Это жилые комплексы с открытой системой обслуживания и жилые комплексы с закрытой системой обслуживания. Что такое закрытая система обслуживания комплекса? Это обслуживание сосредоточено только на жителях данного комплекса. Конечно же, это прежде всего специализированные комплексы. Комплексы для инвалидов, жилые комплексы для инвалидов, Для пожилых людей, для общежития, для молодежи, студенческие общежития, естественно, детские дома, интернаты. Ну и также сюда можно отнести, тоже, как ни странно, в этот раздел попадает и элитное жилье. Этот раздел особенный, пункт особенный, потому как элитное жилье тоже, обслуживание замкнуто только на жителей комплекса. Комплекс, как правило, обладает невысокой этажностью, локальностью, я бы сказала, и расположен в исторической или престижной застройке. Возможно, это где-то даже будет периферия, но в очень хорошей, экологически чистой, красивой природной зоне. Ну и что касается общественно-жилых комплексов, то, конечно же, у них будет открытая система обслуживания. Это что означает? Что обслуживание рассчитано не только на жителей комплекса, но и на жителей близлежащих домов, микрорайонов, кварталов. Это обслуживание в зависимости от мощности будет обслуживать разное количество жителей на прилегающих территориях. И далее мы видим, что у нас стрелочки делятся на две части. Идут многофункциональные комплексы в реконструируемых районах и периферийные общественно-жилые комплексы. Что такое в реконструируемых районах, мы разбирались. Это те районы, которые требуют обновления, внедрения каких-то новых жизненно важных, необходимых систем обслуживания. И периферийные общественно-жилые комплексы. Это комплексы, которые строятся на новых территориях, преимущественно пустых, или дополняют застройку на периферии города. Типы комплексов. Дальше стрелочка от многофункциональных комплексов в условиях реконструкции. Какие в условиях реконструкции у нас бывают комплексы? Как раз мы о них говорили. Локальные, квартальные, тканевые, развитые, магистральные, линейные. То есть локальные это буквально одно здание или небольшая компактная группа зданий, которые включаются в очень плотную существующую застройку. Как правило, в центре городском. Именно в центре городском очень мало свободных площадей. Квартальные, естественно, занимают собой целый квартал. Тканевые, это пара кварталов. Это уже будет считаться тканью городской и комплексом таким мощным. И, конечно же, его реконструкция, пристройка, встраивание, достройка каких-то зданий на его территории позволит совершенно иначе заработать в структуре этой. Развитые, магистральные и линейные. Развитые, магистральные это комплексы, которые в своем строении имеют разделение на здания обслуживания и жилые здания. Как правило, жилые здания находятся за линией общественного обслуживания. Линия общественного обслуживания, она как бы отгораживает и защищает жилую застройку от внешней среды. Это могут быть даже здания башенного характера, которые стоят позади, а впереди идут здания протяженные малоэтажности с общественным обслуживанием. Двух-трехэтажные. Это часто используемый прием, преимущественно, конечно, в советской практике. Сейчас разные есть пути решения такого рода застройки. Таким образом, как бы захват, это превращается в единый комплекс, и эта линия общественного обслуживания, соединяясь с домами жилой застройки внутри, как бы образует такие области, которые захватывают внутриквартальные площади. Вот и называется магистральные. Обычно это делается, естественно, в районе больших магистральных линий. Ну, естественно, эти структуры могут иметь и каскадную природу, и также могут иметь соединение с противоположной стороной дороги посредством каких-то переходов, подземных переходов, соединенных под экспланадой. К паркингам ему могут соединяться эти здания между собой. То есть это целые системы, которые прорастают внутрь квартала. И линейные системы. Эти системы более упрощенные. Они имеют строение линий, в принципе, и просто обстраивают квартал или микрорайон по периметру. Это дома с обслуживанием расположены по периметру. И дальше мы ведем стрелочку от периферийных общественно-жилых комплексов. И какие же здесь у нас бывают типы градостроительные, я подчеркиваю, градостроительные типы комплексов на периферии, на свободных территориях. Периферийные районного ранга, периферийные микрорайонного ранга и локальные периферийные. В принципе, здесь идет четкая градация. Нет ничего лишнего. Все тоже подчинение стандартной централизованной системе ступенчатого обслуживания. Да, у нас, или районирование, будем говорить, градостроительного. У нас есть центр района, центр микрорайона и периферия. И согласно этим структурным разделениям будут разделяться и комплексы. Районного значения, конечно же, комплексы, уже подчеркиваю, будет иметь повышенную этажность, большую мощность всех систем обслуживания и всех зон вне уходящих функциональных. Периферийный микрорайонного ранга будет более рассредоточенное обслуживание, скорее всего, иметь этот комплекс более минималистичное. И локальные периферийные, это прежде всего, скорее всего, жилая массивная структура, которую вкраплениями даны группы домов или дома с обслуживанием, разбивающие вот этот жилой массив и дающие какой-то деловой, может быть, торговый, административный импульс району, жилому этому, и способствующие, опять-таки, его дальнейшему развитию. Ну, и если мы к типологии перейдем жилых комплексов закрытой системы обслуживания, то, как мы уже говорили, они весьма ограничены в контексте. Если раньше мы еще говорили, что имеются дома для молодежи, то сейчас уже при рыночной экономике молодежь не способна, в случае, если для них будут специализированы строиться комплексы, выкупать в этом комплексе квартиры. То есть, если нет государственной помощи абсолютно, тут нужны совершенно другие подходы. Сейчас большую популярность, особенно за рубежом, набирают давно забытые нами общежития для молодых специалистов, для рабочей молодежи. Сейчас, в общем-то, и студенческих общежитий у нас значительно уменьшилось, так как многие вообще из общежитий были приватизированы, превращены в квартирные дома. Теперь многие вузы вынуждены строить общежития заново для своих студентов. Поэтому это очень острый вопрос. В то же время и молодые семьи, молодые специалисты, которые уже закончили образование, и получили образование, и только начали работать, естественно, им требуется личное жилье, личной площади, желая. И понятно, что с самого начала, да и по истечению достаточно продолжительного времени, очень тяжело, даже при государственной поддержке, при снижении процента и платимого в ипотеку, получается, специальной государственной социальной льготы, есть и гарантии. Но все равно это довольно тяжело получить сразу или выплачивать сразу большие суммы за ипотеку, в то время как, возможно, нужны средства на развитие бизнеса, на развитие, повышение собственной квалификации, собственное развитие. Поэтому за рубежом сейчас очень востребовано, особенно в это достаточно сложное время, время кризисов, так называемые каливинги. Это общежития для профессиональных сообществ. Очень актуальная тема. Рост спроса родил предложение. Это более комфортабельный вид общежития, фактически квартирного общежития, где в комнате может жить только один человек, молодая семья или два человека. У них, естественно, есть свой санузел. И у всех этих людей, значит, объединенных общей профессией, допустим, они работают даже, может быть, в одной компании. Допустим, сейчас очень современная IT-сфера, высокие технологии, технологии программирования. Так вот, как раз-таки эти молодые люди могут жить в общежитии, имея каждую свою отдельную комнату и общую гостиную. Эту ячейку, снимая совместно, они, естественно, значительно экономят в средствах и могут себе позволить какие-то другие более важные траты. Это временного характера жилье, конечно. Но в то же время можно привнести сюда совершенно разнообразные виды аренды. Не только, я говорю, именно типологию жилья совершенно разнообразную, и разнообразные виды коммерческой аренды, выкупа, совмещенного использования, инвестиций. То есть, здесь юридическая есть работа, работа экономистов должна быть, и, конечно, более широкая типология предоставляемого жилья. Видимо, возвращаться, не могу сказать, что должно вернуться время коммунальных квартир, но более такое комфортабельное жилье для различных социальных категорий, конечно же, можно включить. И это могут быть своеобразные социальные комплексы, и арендуемого жилья по типу доходного дома, и кто может себе позволить. И в то же время по типу общежития для тех же студентов, для той же работающей молодежи. Также это могут быть комплексы со встраиваемыми системами обслуживания, рассчитанными только на жителей этих комплексов или еще на дополнительных посетителей извне. Как вы видите, общежития современные, они приобретают всю большую значимость и тоже могут относиться к специализированному типу жилых комплексов, рассчитанному в большей степени на закрытые системы обслуживания. или полузакрытые или полузакрытые полуоткрытые системы обслуживания. В отечественной практике строительство группы жилых домов, отнесенные к определенной очереди строительства с полной реализацией обслуживания носит название градостроительного комплекса. То есть выражение очереди строительства это, конечно, все-таки советского прошлого термин. Общественно-жилые комплексы с открытой системой обслуживания. Основное преимущество общественно-жилых комплексов заключается в том, что они способствуют функциональному и пространственному уплотнению застройки, отвечающему современным тенденциям социального и градостроительного развития периферийных районов. Эти комплексы носят название периферийных жилых комплексов микрорайонного и районного ранга. Наиболее прогрессивная методика зарубежного и отечественного строительства направлена на застройку микрорайонов и жилых районов отдельными очередями с применением индивидуальных микросерий в каждой из них. В соединении с обслуживанием такие микросерии представляют собой фактически уникальные общественно-жилые комплексы. Эта модификация отнесена к периферийным комплексам локального типа. В отечественной практике строительства группа жилых домов отнесенная к определенной очереди строительства с полной реализацией обслуживания носит название градостроительного комплекса. Здесь имеется ввиду, что локальный тип комплексов, градостроительные именно типы, к нему относятся специализированные модули, которые практически решают комплекс как авторское видение, как авторское решение, индивидуальное решение, не похожее на типовую идентичность застройки. И эти микросерии дают возможность разнообразить застройку, привнести некую индивидуальность, но и конечно же массовый характер такие типы объема планировочного решения не носят. Они именно имеют локальный характер, то есть встраиваются в уже существующую застройку, либо встраиваются в вновь проектируемую застройку, как такие планировочные архитектурные акценты, которые вносят разнообразие в монотонность идентичной застройки. Ко второй группе отнесены специализированные жилые комплексы закрытой и полузакрытой системы обслуживания. Вот здесь как раз таки говорится, вспоминается молодежные жилые комплексы как новая форма организации жилого сообщества, ну скорее каливинги я бы сказала, или новые типы общежития как новая форма жилого сообщества, студенческие общежития, в котором коллективные формы взаимопомощи и общения реализуются в различных жилых помещениях. Ну прежде всего я говорю, что это гостиная. Ну естественно они разные социальный статус могут иметь от более высокого уровня до самого минималистичного уровня, рассчитываем прежде всего на самообслуживание. И включение обслуживания туда тоже будет минимальное. Так, в котором коллективные формы помещений, а также общежития и дома-комплексы для инвалидов и престарелых, детские дома-интернаты. Ну об этом мы как раз таки говорили. Различные типы жилых комплексов на реконструированных территориях являются результатом взаимодействия многих факторов. Изменение коммуникационной и функциональной структур зон реконструкции, требования экологии жилища, шумозащиты, инсоляции, аэрации, озеленения, инженерного благоустройства, требования средовой регламентации, связанной с проектированием в охранных зонах и стойко-культурная ценность территории, наличие памятников архитектуры, масштаб и стилевые характеристики сложившейся застройки. Все это относится к корректирующим факторам. Функциональная и объем планировочная структура проектированного комплекса самым тесным образом связана со структурой зоны реконструкции и возможными направлениями ее изменений. Таким образом, именно базовые градостроительные факторы являются главными формированием типологии жилых комплексов в условиях реконструкции. Корректирующие факторы, морфологические, экологические факторы средовой регламентации влияют на формирование различных модификаций основных стереотипов и определяют разнообразные методические приемы реконструкции. Что такое базовые градостроительные факторы? Это естественно окружение, это требования функциональные, изменения каких-то функциональных назначений этой застройки в связи с расширением допустим дорожно-транспортной сети, появление развязок каких-то площадей, разбивки парков или открытие множества общественных учреждений ближайшей застройки. Это все требует реновации и продумывания различных инфраструктурных элементов застройки. Это базовые принципы. Естественно есть и морфологические экологические факторы, которые как раз таки учитывают контекст застройки исторические допустим, которые уделяют внимание среде, экологии в плане использования строительных материалов, защиты от перенасыщения автомобильным транспортом, попытка уменьшить количество транспорта за счет вывода его за пределы как бы застройки, внутри застройки сохранения пешеходных путей, увеличение велосипедных дорожек, парки, которые спрятаны под землей или компактные, имеют структуру многоэтажную, декорированную, спрятанную, играющую роль может быть даже в живом дворе какой-то эспланады для игровой площадки. То есть это все уже идут детали малых архитектурных форм, детали объектов различных средового проектирования, внутридворового, таким, то есть корректирующими факторами являются. Значит, что мы можем подвести итоги? что самыми главными факторами в формировании типа градостроительного типа функционального функциональной типологии этажности жилого комплекса самыми главными факторами являются базовые градостроительные факторы. То есть и градостроительная форма компоновка градостроительного комплекса и назначение его функционального содержания, и его мощность, этажность, все это зависит прежде всего от базовых градостроительных факторов. комплекса естественно в какой зоне расположено, для кого предназначено, административный ли это будет жилой комплекс, торговый жилой комплекс, или это какой-то культурный центр с жилой застройкой. То есть это целые градостроительные системы, квартальные, микрорайонные, это все может называться это застройка комплекса, это не один дом, на первом этаже которого расположено обслуживание, это целые градостроительные системы, и когда мы с вами будем переходить к практике проектирования, мы будем делать макет градостроительный, застройку целого генплана, целого квартала, если хотите, или микрорайона, формировать какую-то часть, и только какой-то дом, один доминанту архитектурную, элемент главный, мы будем разрабатывать уже как более подробно в чертежах, как основное задание, но градостроительные естественно будем разрабатывать близлежащую структуру, целую ситуацию такую, ну не ситуацию, ситуацию захватывает больше, а значительную территорию, захватывающую генеральный план застройки целого квартала. В заключении следует отметить, что общественно-жилые комплексы являются базой для построения функциональной жизнеспособной архитектурной среды и формируют городскую ткань, охватывающую все виды обслуживания с учетом типологии жилья в различных зонах города. разумный баланс и учет основных градостроительных и корректирующих факторов позволяет избежать ошибок в построении градостроительной ситуации для различных строительных зон и масштабов. Таким образом, многофункциональный жилой комплекс является основным строительным материалом в области градостроительного проектирования. Итак, на следующем слайде у нас вопросы для самоконтроля, для проверки знаний после прослушивания лекции. Первый вопрос. Что включает понятие многофункциональный жилой комплекс? Второй вопрос. Что явилось причиной возникновения жилых комплексов? Третий вопрос. Какие функциональные проблемы решило внедрение многофункциональных жилых комплексов? Четвертый вопрос. Назовите две основные группы комплексов. Пятый вопрос. Какие градостроительные типы комплексов вы знаете? Шестой вопрос. От чего зависит функциональная и объемно-планировочная структура проектированного комплекса? И седьмой вопрос. Какие градостроительные факторы проектирования вы знаете? Используемые источники литературы. По данной лекции даны три источника основных. Они будут использоваться и в последующем на протяжении всего периода изучения дисциплины. Первый учебник называется «Многофункциональный жилой комплекс». Авторы Солодилова и Трухачева. В нем наиболее современные тенденции описываются развитие жилых комплексов, современных, построенных уже на коммерческой основе. Какие изменения были внесены, что нового появилось в наполнении функциональным данных комплексов. Какие изменения получили городостроительные решения. Второй учебник – это переизданный учебник «Основа советского проектирования жилых зданий для обучения студентов». Этот учебник называется «Архитектурное проектирование жилых зданий под редакцией Лисициана и Пронина». Это настольная книга для архитектора, и она должна быть у вас в рукой. Третий источник – Молчанов, автор «Основы архитектурного проектирования социально-функциональные аспекты». Здесь прошу вас обратить внимание именно на социально-функциональные аспекты проектирования. Как общество, социальные процессы, происходящие в нем, влияют на формирование жилой среды, на формирование градостроительного окружения. Вот, например, те же самые общежития для молодежи. Сначала они были востребованы, потом появились тенденции к приватизации, и вот снова наступает время, когда такие формы жилья особенно актуальны.